Немножко подробнее о своем посмотрении, ну действительно, самым малостью подробнее, экономерности, которые приводят к возникновенному структуру в сообществе, то есть определенного порядочного отношения между аритектами. Ну а теперь давайте попробуем к драконам-то вернуться. Вот исходя из того, что мы знаем про стратегию, исходя из того, что мы знаем про экологические ниши, сообщество, вот мы получили архаичных драконов. А кто они? Во-первых, они К-стратегии или Р-стратегии? К-а-ректи. А почему К-стратегия? Потому что у них мало не есть. А почему ты решила, что... Узкая специализация? Узкая специализация, верно. Масса уж больных специальных вещей. Одна вот эта система с газопроизводящим желудком. Ничего не стоит. Да? Трехголовый. Значит, трехголовый, система зажигалок воспламенителя. Совершенно специализированные штуки. Они же характерны для К-стратегии. А вот по поводу размножения драконов, что можно сказать? Они откладывают яйца. Откладывают яйца. На самом деле, каждый дракон – это один организм или три? Три. Значит, исходя из того, что на самом деле каждый организм – это три организма. Что можно сказать о темпах размножения? То есть количество яиц. Понимаешь, что втрое меньше, чем обладное? Ну вот, чем ближайший родичек у системы. Так? Плюс, как мы, дракон или тунг? А это значит, может ли самка таскать в себе много крупных яиц? Они делают кладку же и ее охраняют. Я спрашиваю, не охраняют, а я спрашиваю, сколько яиц в принципе может? Максимум, нет, мне кажется, три может быть. Ну, хорошо, а 23 может быть? Нет. А почему нет? Потому что это не хранится. Яйца тяжелые, летуна запрещено. Так? Учтите, яйца обычной массы или больше массы, чем остальные криптинии? Намного больше. Больше, это же тройнежки. Так? Так что ограничение по количеству яиц очень жесткое. Дракон, разумеется, кастротегия, причем близки к крайним кастротегам. А это значит, мы вправе рассчитывать на появление всех черт кастротегов. Ну и в первую очередь забота о потомстве, высокой специализации, это можно сказать. Теперь, паэкологическая специализация. Ясно, что драконы не консументы первого порядка, то есть не растительные. Хищники. Причем? Можно ли их назвать хищниками-преследователями? Нет. Вот архолки. Нет. Хищниками-засадчиками? Нет. Нет. Это совершенно такая изысканная специализация хищник-шокер. Так. То есть подошел на некоторое расстояние, а дальше вум, и жертва впали в экстаз. Пока жертвы в экстазе, значит, шокер подходит и спокойно завтракает. Хорошо. Прошу летающий хищный шокер, размеры пока у нас средние, мы же говорили, архаичные драконы это не крупные существа, ну где-то там до мягких. Зона обитания, где? Мы говорили о предгоре, почему ареал сравнимо смещается в предгоре? Проблема директора. А плюс мы имеем крупные мощные крылья, где в принципе проще взлетать, с платкой площадки или с вышки? С вышки. Целый ряд особенностей, как вы видите, привязывают именно к предгоре. Хорошо, получилось. Ну и вот на этой базе можно попробовать начать строить особенности поведения дракона. Вот та интересная вторая часть, с которой вообще ничего не понятно, но с платами допустим и взорвать. А вы про мячащие рассказать еще? А с мячами, да, но поскольку это чисто физиология, то с мячами можно. Скажите, пожалуйста, рост всех рептилий каким явлением сопровождается? В отличие от линка. Почему у рептилий обязательно линка будет происходить? Так что у нее вот такая... Царапливаете ее... Очень плотные покровы. И растяжимые. Да, конечно. Ну растяжимые, но очень плохо растяжимые. Покровы начинают сдерживать рост. Время от времени сбрасывается внешние оргалевшие слои. Причем удобнее всего змеям. Почему? Но змея это колбаса, да? Из нее в сторону ничего не торчит. Поэтому как идет линка у змеи? Кожа лопается в районе линка. Вот здесь. А после этого змея находит через между камнями, где может с трудом проползти. Вот там протискивается между ветвями и между камнями. Когда она пролезает, у вас кожа лопнула вокруг рта. Что начинается? Кожа цепляется. Да, кожа цепляется. В результате змея начинает выползать из собственной шкуры. И мы будем иметь такой чехол, снятый целиком из змеи. Ну как чулок с ноги снимаешь, совершенно целиком. Вот такой оргалевший снятый слой будет для змеи называться выполз. А теперь, а может ли так отлинять крокодил? Нет. Нет, ничего не выйдет. Ящерица. Нет. Ничего не выйдет. Черепаха. Нет. Ничего не выйдет. Значит ли это, что у них нет линек? Нет. Нет. Есть, конечно. А как же они линяют? Здесь лоскута. Лоскута. Правильно. Значит, просто лоскута они по кругу служат. Но линки есть и без дачи. А у драконов возникает еще одна штука. Зачем перит нужно, понятно? Да. Но перит – это сернистое железо. Серый идет на сероводород, а железо-то остается? Да. Остается. Смотрим, что с железом. Ну, во-первых, кто знает, в такую важную геологическую структуру, позвоночную, включаются ионы железа. Чего нельзя построить без емных железа? Демоглобин. Демоглобин. Каждый молекуль демоглобин. Целый демоглобин – это такой четверной блок. Четыре пептидные цепи, связанные между собой радикаловыми. Вот связи, вот связи, вот и вот. Но это четыре разных пептидных. В каждом из этих клубков есть неделковый участок, который будет называться геном. Вот как раз ген и может присоединять к себе кислород. А в состав гена входит ем железный. В результате так, что геноглобин нормально переносил кислород, и транспорт кислорода в теле шел нормально. На каждый такой комплекс нужен четыре ген и железных. Так? Ну и скажите, пожалуйста, а в еде, в нормальной еде нормального зверя, генов железа много или мало? Мало. Вот крайне мало. В том же самом геноглобине они в основном содержатся. Так? В растительной пище очень значительное количество. Да и еще у нас, в принципе, есть большая проблема с усвоением железа. Если вы просто наглотали железных гвоздей, значит ли это, что это железо попадет к вам в кровь, как богатит геноглобин? Нет. Он просто не попадет. Перенос железа в механизм достаточно сложный. То есть, мгновение этого механизма, у каких существ можно ждать? У тех, у кого вот такое металлическое железо попадает в желудок раз в жизни, или у тех, у кого оно попадает регулярно? Регулярно. Теперь у драконов. Сернистое железо регулярно попадает? Регулярно. Регулярно. Никто как раз можно ждать. Механизм, который будет переносить железо в тело. А в результате сколько гемоглобина может строить организм дракона? Массу. Массу. Очень-очень красный, как по-русски. Темно-бордовый. И видно, что он темно-бордовый на ярком свету. А свет чуть меньше, как такая черная. Помните, какая кровь у драконов по легенду? Да. Ага, черная жажда. Сколько кислорода такая кровь переносить может? Много. Уйму. Для полета полезно? Да. Полезно. Но возникает проблема. Вот всегда гемоглобина. За все хорошее надо платить. Дело в том, что металлы в больших концентрациях ядовиты. Ну, то, что свинец ядовит, я думаю, вы знаете. То, что медь ядовит. Да. То, что добрые бабушки и тетушки считают, что серебро очень полезно, потому что серебро обеззараживает воду, на самом деле очень заметный такой бытовой миф. Почему серебро обеззараживает воду? Он убивает бактерии. А серебро ядовит. Убивает бактерии. Значит, нашим клиентам серебро тоже вредит. Просто мы большие, в отличие от бактерий, поэтому сразу не убьет. Так? Но считать, что серебро полезно, мягко говоря, не осмотрите. Минимальная концентрация, она может быть хотя бы не временная. Серебряная посуда традиционная. Серебряная посуда, ради Бога. Ну и много ли серебра перейдет в раствор? Серебро-то все-таки, в отличие от железа, меди и так далее, металл благородный. А это значит, в раствор легко переходит то или нет? Нет. Да почти не переходит. Вот серебряная вода. Вот, вот, вот серебряная вода. Если вы просто из серебряного кубка пьете, то вы можете получить только следовое количество ионов серебра. И это подействует на бактерии плохо, а наш тело выдержит. Но вы учтите ради Бога, что такая вода подействует не только на болезнетворных бактериях, но еще на что? На симбиотические бактерии вашей пищеварительной системы. Если человек нажимает на серебряную воду, какое состояние у него развивается? Дисбактериоз, разрушение симбиотического бактериального сообщества. Человеку кучат, порчат, полное нарушение нормального движения пищи при системе, полное нарушение нормального всасывания и последовательности переваривания. Ничего приятного. Так что, пить исключительно эту серебряную воду, а тем более, когда получена эта вода за счет растворения серебряных электродов, а вот растворение серебряных электродов может такую боевую концентрацию серебра получить. Это вам уж не серебряный. Это можно себя очень здорово пробовать. Так вот, железо-то, на самом деле, не исключение. И избыток железа тоже очень редкий, ядовит. Отлично. А почки железа выводить не будут. Не умеют они металлами вывести. Как организм будет избавляться от ядовитых излишков металлов? Через анальное отверстие. Через анальное отверстие можно вывести только то, что никогда в вашем теле не было. Скажите, вы съели завтрак. Через час после этого. Завтрак в вашем теле или нет? Даже не через час, а через пять минут. Вы уже проживали в этом городе. Черт из два уния в теле. Ваше тело из клеток? Из клеток. Когда биолог говорит «в теле», это значит между клеток тела, контакт с клетками тела. Теперь смотри. Этот кусок мела в моем теле или во внешней среде? Во внешней среде. Отлично. Вот сейчас он в моем теле или во внешней среде? Во внешней среде. Во внешней среде. Вот сейчас он в моем теле или во внешней среде? Во внешней. Все равно во внешней среде. Какое условие должно быть выполнено, чтобы этот кусок оказался в моем теле? Вам нельзя вызывать. Он должен пройти через покровы. Согласны? Вот если он прошел через по кругу, он оказался в моем теле, между моими клетками. Теперь берем человечек, свопу бутерброд. Бутерброд попал ему в желудок. Скажите, пожалуйста, внутри желудка, внешняя среда или клетки вашего тела? Внешняя среда. То есть заполнение желудка, кишечника, заполнение легкого – это внешняя среда. Когда ничто реально попадает в ваше тело. Когда мы его переварили. Когда всасывание прошло. Когда сквозь стенку желудка или легкого попали в кровь. Вот это действительно попали в тело. Это не смысл. А в результате чрезональное отверстие, что выбрасывается на улицу? Не уж нет. То, что было в нашем теле, не то, что никогда там не было. Никогда там не было. Не переваренный остаток. Так, можно ли избавиться от ядов, которые уже у клеток, чрезональное отверстие? Слушай, что делать? Ну, на самом деле, одно исключение хитрое есть. Но в этом курсе, наверное, его разбирать не будем. Работа печени. Печень это умеет. В состав желчи просто из крови. Включают некоторые ядовитые вещества. А желчи ведь попадают в кишечник и вместе с непереваренными остатками на улицу. Так, допустим, ядовитые остатки разрушения гемоглобина выводятся на улицу. Но железо так не выйдет. Но как раз гемоглобин почему так не выйдет? Стоп. Давайте тогда чуть подробнее с гемоглобином. Структуру гемоглобина вот она. Значит, если мы просто в массовых единицах такую молекулу разбираем, по весу чего больше всего гемоглобин? Железо. Пах. Железо здесь 4 гиома. А сколько весят вот эти белки? Это длиннейшая цифра. По несколько сотен аминокислот. Это понятно? Гемоглобин должен находиться в плетах правил эритроцитов. Эритроциты крайне недолговечны. Максимальная продолжительность жизни 120 дней. 4 месяца. Через 4 месяца эритроцит погиб. Гемоглобин попал в кровь, стал разлагаться. Каким образом тело работает с вот таким освободившимся гемоглобином? С белками что делать будем? Разведение. На что? На железо. В белках нет железа. На аминокислоты. Аминокислоты дальше можно использовать? Можно. Железо является дефицитным элементом. Можно ли его выбрасывать на улицу? Нет. Ни в коем случае. Все железо аккуратно собирается и направляется в органы кроветворения. Там, где будут происходить новые клетки в крови. Как называются эти органы в организме человека? Где у нас возникают новые клетки в крови? А в перекрестке? Ну, в крестце, в частности, тоже. Красный костный мозг находится внутри плоских костей. Красный костный мозг. Так что железо ни в коем случае не выбрасывает. Красный костный мозг. А что выбрасывать надо? Вот эти вот осколки гемоглобин. Дело в том, что это очень неприятный ягод. Кровь какая-нибудь нормальная вставали? Бумажечку вы видели, которую заполняют при получении анализа. Одна из строчек в этой бумажке – билирубин. Билирубин – это пигмент, получающийся как раз при развале геном парфириного кольца. Вот билирубин обязательно надо из тела выбрасывать. И это задачка печени. Печень окладывает из крови, то есть из нашего тела, билирубин, и включает его в состав желчи. Если печень у вас работает хорошо, то билирубин в крови накапливается или нет? А если вы сдаете анализ крови, и у вас там записано «высокий билирубин», это значит, у вас проблемы с такими органами? С печенью. С печенью. Идеи переснать? Ну вот в случае, когда вместе с непереваренными остатками выделяется ген, как билирубин, это случай очень легкий. Если уж попало в тело, то это работа почек. Очистить кровь от всей трени. А почки металл не выводят. Как выводить вывод? Кровопуск. Ну я, конечно, тоже садист, но не в такой же степени. Вы себе представляете, сколько крови надо выпустить? Причем это регулярно. Скажите, пожалуйста, а у деревьев, у деревьевная система есть? Да, да. Назовите ее. Нет. Так, стоп, тогда или нет? Ну а когда вы нарезаете дерево, из него вытекает такая смола? Ну так вы знаете, если у вас дырочку проковырят, из вас тоже что-нибудь вытекает. Но это никак не процесс выделения, а это заживление, раны, там можно назвать как угодно. Выделение – это избирательное выбрасывание нервов, произошедших внутри тела. Ага. А как же, интересно, деревья, органы выделения особых у них действительные. А как же они отходятся без выделения? Это же третий боязычный процесс. А не все, что нужно для вещества? А, не вы, а не делал. Осенью что начнется? Листопад. Листопад. Знаете, азолита на ходе обмена веществ выделилась порядочное количество отходов. Перед листопадом куда все эти отходы? Листья. Листья. А все питательные вещества из листьев куда? В себя. В себя, в ствол из бросающей ткани. А после этого вместе с листьями все выбросили. Как по-вашему, а у нас в теле есть такая же система, как у дерева? Да, вот кожа, наверное. Внешний слой кожи. А еще? Болосы. Болосы. А еще ногти. Да? Так что, куда можно сбрасывать такие вещества, которые выделить через почки нельзя? Покровы, которые потом сойдут. Покровы, которые потом сойдут. В частности, как можно проверить гипотезу о том, что человек был отравлен мышьяком? Вот предполагается, допустим, предположили следователи, что этого человека отравили мышьяком. У меня начинает слезать кожа. Да нет, достаточно взять прятку волосную анализ и посмотреть, есть ли следы мышьяка в волосах. Потому что если в теле был мышьяк, куда организм его будет выбрасывать? Внешний слой. Покровы, волосы, ногти. Идея ясна? Да. А у драконов избыток какого металла? Железа. Железа. Куда они будут выбрасывать? Покровы. Покровы. В результате, когда окантовочка на чешуях у нас возникать будет? А не становится металлической. Металлическая. А ну, давайте вспоминать мифа. Помните непробиваемая чешуя дракона? Металлинизированная. Ну, ребят, вроде бы бред. Летающее существо, которое таскает на себе металлические пластины. Поэтому периодически что дракон делает? Они же линяют. Они же линяют. А теперь, бока и спина у всех крупных ящериц покрыты шуйками. А брюхом? Нет. А какой голый? Нет. Вы ящериц, товарищи, в руках держай. Да. Просто ради интереса. Там просто ничего. А там здоровые пластинки, которые называются не чешуйки. Чешуйка – это маленькая пластинка. А большая крупная пластина, идущая от одного бока до другого. Я вам есть похожий. Щиток. Брюхо. Брюхо покрыто щитками. А теперь представьте, дракон, как и прочие рептилии, когда движутся брюхо по земле в облаку? Да. А когда двигается, да. Да, отлично. А теперь в роговое вещество щитка откладывается железо. Как по вашему, такая часть щитка будет истираться быстрее. Хотя и прочный, но все-таки органический роговой биом или железо. Органический. Да, конечно, роговое вещество быстрее истирается. Ну, как ногти наши. Они истираются, но и не замечательно, как это происходит. А в результате дракон ползает, на щитках роговое вещество все время истирается, а железо, как и любая металлическая стена, даже не стачивается будет, оно будет уплотняться. Про такую систему прокат, железный прокат, прокатный стан, слышали? Нет, нет, слышно. Хорошо, а про то, чем сталь включается от железа, слышали? А про то, как можно упрочнить металлическое изделие, разные способы упрочнить. Закалка. Закалка, в частности, и так далее. Но прокат и проковка – это одни из старых традиционных способов резко повысить прочность. В результате, вот эта металлинизированная чешуя, крупные щитки на грязи, по счету просто ползания дракона, постоянно проходят, во-первых, обогащение, во-вторых, поверхностную прокатку. А когда дракон отлинял, а линейки, естественно, будут дома, потому что линейка – процесс болезненный, защищенность при этом падает, лучше, конечно, дома пересидеть. Отлинял. Что у него в пещере осталось? Длинные узкие. А вот такие полосы, длинные, узкие, слегка изогнутые, очень сильно металлинизированные, да еще с прокатанным металлом. Хорошо, а теперь наш греческий пастух, который прячется от грозы и натолкнулся на драконию помойку, а драконий помойка еще состоит из золота, он по дороге еще споткнулся, а какие-то длинные металлические полосы, которые вообще со зломом отскочили, и спружинили. Ну и что пастух решил? Что это? Клинки, ребята, клинки, конечно. Кстати... А в чем волшебный? Волшебный. Человек делал или нечеловек? Нет. А то, что произведено нечеловеческой силой, какими силами обладают? Монечная. Луна, еще бы. Слово. Очень многие народы, конечно, в металлообработке достигали очень высоких вершин. Но значит ли это, что где-нибудь за тысячу лет до нашей эры, если уже был меч, то военно было воскричь? Ну, такое классное оружие. Вы про гуннов что-нибудь слышали? Нашествие гуннов на Европу. Гунны в это время находились на этапе железного века. У них уже вполне было железное оружие. Сыродуктный способ получения железа. То есть не стали как раз чистые железа, а металл-то мягкий. Поэтому кунским мечом как сражались. Значит, взял меч, бух, бух, бух. А меч взял, при этом вот так погнулся. Значит, стой, подожди, взял меч, когда вы правил, дальше машину. Потом опять его подправил, быстро, дальше, дальше. Так? Вот на фоне такой технологии производства оружия, какими качествами драконии и шуи будут отличаться? Они будут выступать? Или, в общем-то, будут даже лучше, чем произведён? Они не вернутся, и поэтому они не лучше, потому что не надо. Голова предел был рукоятку. И получил вполне, в общем-то, достойный клинучек. А уже такой, ну-то. Кульзон, да, обязательно мечи прямые были. А, нет, ну, кульзон, это что? Какую другую? Ну, смотрите, пластины, вот так можно и выпрямить. Раз, ты раньше, стенд, да. Ну, во-первых, знали ли греки кривые клинки? Нет, сабли, я не понимаю. Сабли, это явление вообще очень пузднее, к мечу отношения не имеет никакое. Сабли стали люди выделывать только после того, как научились получать либо настоящий булат, либо дамаскид. Дело в том, что сабли – это очень лёгкое оружие. Клинок очень тонкий. Ни из какого металла, кроме хорошей стали, а ещё лучше булаты, сабли просто не сделаешь. Если это делать из низкоуглеродной стали, то, чтобы не сломалось, приходится делать клинок толстым. А это значит, сколько он весит? Много. Много. Это уж не сабли, а меч. Ничего с ней обязательно прямое. Допустим, у греков, такой классической Греции, был хорошо известен вот такой широкий кривой меч, одноручник, Махеера. Почему считается мечом не сабли? Толстым, не очень качественным остатком. Ну, кстати, Махееры очень часто были из бронзы. Даже называли бронзовый в небесах. И вообще до где-то 6-3 века до нашей эры лучшее оружие какое было? Железное или бронзовое? Бронзовое. Бронзовое. Технологии влучения хорошей, качественной оружейной стали разрабатывают кожу. И железо в это время делалось из хозяйственного тварика. Так? Оружие бронзовое. Хорошо, смотрим на драконий чешуя. Вот такая щитовая дракония. Вот такой. Не, он не такой. Он не такой. Вот так повернутся. Вот пластины, наверное, вот так вверх. Ну, бери развернутся. Не, не, не. Дело в том, что вы просто не понимаете. Хорошо. Тело ящерицы. Лапа. Голова торчит сюда. В сторону пластины. Где щитки? Щитки вот здесь. Вот в этом направлении, следу направо. Щиток выпуклый или совершенно плоский? Совершенно плоский. Почему? По определению. Так? Откуда берется вот эта выгнутость? А это выгнутость спереди назад. Придется вам как-нибудь я еще споймать, принести. А, это вот так до тела идет? Ну, это вот так вот. Да. Вот так вот. А, сам вот этот щиток. Щиток большой вот так. Нет, сам вот этот щиток плоский. Конечно, слишком длинный будет, дракон же большой. Большой. Вот такой ширины. Раз щиточек, дальше второй щиток, дальше третий щиток. Если дракон большой, я поставил не три, а тридцать три. Если дракон еще больше, я поставил шестьдесят щиток. В чем проблема? Щиток же не вдоль тела идет, а поперед. Да. Хорошо. Кстати, а как называется оружие, вот такое, с кривым пленком, у которого рабочая поверхность не выпуклая, но вот это будет не через это. Так? А есть оружие, у которого рабочая поверхность вот здесь, заточка вот здесь. На волненной стороне. Ятоган. Вот это есть ятоган. Так? А бывают еще, так называемые, пламенеющие пленки. Вот, допустим, крисы из Индонезии. Вот так вот. Вот такой формы. У них двухсторонний заточек. Так что лезли, на самом деле, самых разных форм. И драконий чешуя, наверное, в пещере, вполне схватил за пленочкой. Отсюда, соответственно, возможный источник пленки, по поводу волшебного оружия. Драконий чешуя. Так, славный. Ну и вот теперь, на основе всего этого сказанного, можно немножечко с вами подходить к вопросам поведения. Положение дракона вроде как немножечко описает. И сегодня мы с вами составим просто некоторую заготовку для того, чтобы завтра можно было сразу начать работать нормально. Ну и скажите, регуляция поведения, с какой системой органов, в первую очередь, связана? С нервной системой. С нервной системой. Согласен с вами. Да. А теперь, если бы я вам предложил все известные формы поведения как-нибудь расплассифицировать. В первую очередь, на какие две разные группы вы бы делили? Групповое и одиночное. Это хороший способ, особенно с учетом того, что бывают существа одиночные, которые никогда в группе не собираются. А вот что-нибудь такое, что бы касалось всех живых существ. Ну, рожденное, умничное. Еще раз. Рожденное и... И приобретенное. Вот это значительно более удобная систематика. Потому что есть форма поведения, которым вроде бы учиться не надо. Готовое с момента рождения. А есть такие, которым, очевидно, надо учиться. Так? Разберемся с вами, что такая систематика слишком простая. Так люди считали примерно полвека назад. А сейчас понятно, что нет жесткого деления. Вот это врожденное, это приобретенное. Реально картинка посложнее. Но, тем не менее, это очень удобный стартовый ход. Хорошо. А как по-вашему? А какие формы поведения более выгодные? Врожденное поведение или приобретенное? Приобретенное. Приобретенное. А почему? Потому что оно адаптивное. Да, оно не способно. Адаптивное. То есть, можно научиться чему-то тому, что хорошо подходит к реальной ситуации. Согласен с вами. Согласен с вами. Но есть еще вторая сторона этого дела. Попробуем оценить вот какой параметр. Ясно, что городской тинейджер в последнюю очередь думает о этом параметре. Безопасность поведенческой формы. В степени рискованности. Скажите, пожалуйста, если сложился врожденный поведенческий паттерн, то есть программа поведенческого акта, передающаяся из поколения в поколение. Скажите, эта программа будет вызывать высокий риск, допустим, гибели организма, или, скорее всего, эта программа приведет к уменьшению риска? Уменьшение. Вы понимаете, что если бы результат вызывал возможную смерть или повреждение, то носители такой программы выживали бы? Умирали бы. Нет. А это значит, что она передавалась потом? Нет. Значит, какой особенностью обладают врожденные паттерны? Безопасные. Безопасные. Неископанные. Почему? Потому что проверено отборно. Так? Вот с этой точки зрения у врожденного поведения гигантский бонус. Врожденная программа уже проверенная, проверять не надо. Так? Но нельзя на врожденной основе предусмотреть все особенности, окружающие у вас нет. Отсюда важнейший бонус у приобретенного поведения – адаптивность. Вот то, к чему вы учитесь, можно действительно подстраивать с тонкими настройками. Врожденное поведение не надо. Так? И вот, исходя из этих двух раскладов, мы с вами, начиная с завтрашнего дня, немножечко разбираемся с общим закономерностям поведения, чтобы затем применить их к дракону. Продолжение следует...